Есть мнение, что летнее время – это период, когда необходимо делать паузу в косметологических процедурах. Но это совершенно не так. Действительно, важно учитывать сезон, в котором мы живем. Летом важно помнить о необходимости глубокого увлажнения и защиты кожи от воздействия активного солнца. Поэтому полезны будут любые косметологические процедуры, которые улучшают обмен веществ, оказывают антиоксидантный эффект и помогают насыщить кожу влагой. Сегодня мы поговорим об умолаживающих процедурах, которые хорошо подходят как раз-таки для летнего периода. В студии у нас Татьяна Спарыхина, кандидат медицинских наук, главный врач клиники красоты МЕДЭС. Татьяна Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Итак, лето практически уже, можно сказать, в разгаре. Мы не перестаем ухаживать за своей кожей. И о чем сегодня мы будем рассказывать нашим телезрителям? Да, действительно, лето кожи ждет особое испытание. Кроме того, что со временем уменьшается количество структурных волокон, коллагена, эластина, они заменяются более грубыми структурами, и качество этих структур не соответствует тому, что мы хотим, добавляется еще и действие ультрафиолетовых лучей, которые непосредственно оказывают воздействие на коллаген. Они вызывают его деградацию, денатурацию, разрывают поверхностные нити коллагена, и это ускоряет возрастные изменения со стороны кожи. Если после 45 лет где-то процентов на 40 уменьшается синтез коллагена, то уже к переменопаузе эта цифра составляет 60-70%. Ну и плюс ультрафиолет. Поэтому с чего нужно начинать? С укрепления каркаса. Как раз структурные волокна, их функция поддерживает каркас ткани, и в том числе кожи, подкожные клетчатки. И в этом случае нам на помощь приходят базовые такие стратегические процедуры, которые действуют достаточно длительно, до полутора-двух лет, и делаются нечасто. Как правило, это раз тоже в полтора-два года, и оказывают выраженный косметический эффект как сразу, так и потом с нарастающим результатом. Вот мы сейчас видим обработку лица подчелюстной области, фокусированным ультразвуком. Можно обрабатывать лицо, можно обрабатывать шею, декольте, руки. И это ведет к возможности работать послойно, в том числе и с самыми глубокими слоями ткани, на которых раньше работали только пластические хирурги. Это уровень смаз, апоневроза, плотной волокнистой структуры, на которой лежит подкожная клетчатка и поверхностная дерма, наша кожа. Сразу после процедуры мы видим эффект лифтинга, уплотнения кожи. Это связано именно с обработкой поверхностных структур, поверхностными картриджами. Через полтора-два месяца уплотняется подкожная клетчатка по челюстной области. Это еще дает дополнительный лифтинг. И где-то к пятому-шестому месяцу заканчивается регенерация апоневроза. И тогда мы уже можем увидеть окончательный результат. Вот здесь вот мы видим девушку. Также после обработки фокусированным ультразвуком уменьшилось нависание верхних век, подтянулся овал, лицо стало более компактным, более собранным. И в целом человек выглядит более эстетичным в этом случае. Кроме того, если базовые процедуры сделаны, тогда можно приступать уже к уходовым процедурам или к поддерживающим процедурам, которые помогают сохранять нам достигнутый результат. И работать с локальными какими-то зонами, которые тоже подлежат коррекции. В данном случае на помощь к нам приходит ботулионтерапия и контурная пластика, специальными препаратами, филлерами, которые уже готовы. И можно компенсировать как раз дефицит ткани в конкретных областях. Вот здесь показана на фотографии работа с областью носогубного треугольника. И в чем преимущество этой процедуры? То, что результат мы видим сразу, практически сразу, все, что есть. Единственное, что может быть за счет отека, где-то процентов 20 эффекта может уходить. Или это тоже нормально. Но тем не менее, вот такой хороший результат, он, конечно, вдохновляет и пациента, и специалиста. Очень часто в этот период женщины обращаются с проблемой вокруг губ и сами губки. Потому что на глаза можно надеть очки, а вот губки особо не спрячешь. На сегодняшний день препараты, которые работают с областью губ, достаточно дифференцированы. Существует прям в каждой линейке несколько препаратов для губ отдельно. Там, допустим, если нужно просто увлажнить и поухаживать за губками, прибавить сочность, яркость. И вторая категория препаратов, которые дополняют объем. Есть, которые сочетают и то, и другое. Вот сейчас мы видим как раз третий вариант, когда очень деликатно, очень красиво подчеркивается контур. Причем практически сверху до, снизу после. Со временем объем губ уменьшается, они становятся более плоскими, вытягиваются в ниточку, так называемые вдовьи губы. Чтобы этого не было, вот важно обрабатывать губки, ну, хотя бы раз в год. Этого, как правило, достаточно. Если это современные препараты, которые содержат и гиалуроновую кислоту, и специальные добавки для ухода за этой областью. Кроме того, не нужно забывать, платьишки, как правило, открыты об области шеи и декольте. И здесь нам на помощь тоже приходят такие процедуры, которые разрешены в летнее время. В частности, обработка неодимовым лазером, который с поверхности кожу не повреждает. Имеет специальную длину волны для пигментированных структур, то есть уменьшает образование пигмента, разрушает тот пигмент, который есть. И постепенно, если делать курс, идет обновление каркаса кожи практически на 100%. Процедуры делаются нечасто, раз в месяц. И желательно сделать 6 процедур, то есть курс длится полгода. Он уже не повторяется, и только если какие-то поддерживающие процедуры 1-2 раза в год. Вот здесь мы видим хороший результат по работе с пигментом. Параллельно меняется качество кожи в сторону более молодой. Кожа становится тоньше, но плотнее и эластичнее. То есть добавляется волокна коллагена. Регенерация коллагена идет с большим трудом у здорового человека. Это даже не коллаген, я ошиблась, регенерация эластина идет с большим трудом, и он очень плохо восстанавливается. Но вот эта процедура, она повышает количество эластина в коже, что очень важно для такой тонкой структуры, как шея. То же самое касается области вокруг глаз. Кроме того, на сегодняшний день, летом, появилась такая очень интересная технология, которую можно делать летом. Это микроигольчатый радиоволновой лифтинг. Мы видим, как идет обработка. Сначала комплекс иголочек, микроиголочек прокалывает кожу, создавая маленькие тоннельчики. И потом подается радиоволна, которая обрабатывает эти тоннельчики. Таким образом, усиливается действие двух этих методик. Похоже чем-то на лазерную шлифовку, на фракционную лазерную, с тем отличием, что ее можно делать, эту процедуру, в летнее время. Лето не противопоказание для этой процедуры. Процедура проходит достаточно комфортно. После местного обезболивания человек практически не чувствует ничего. Потом покраснение, может быть отек, к этому нужно быть готовым. То есть 1-2-3 дня может быть некоторая отечность. Как правило, с этим легко справляются пациенты. И вот такой хороший результат, который мы видим. Кожа уменьшается в своей площади. И личико становится более компактным, утонченным. Выглядит более ровно. И поскольку идет работа с поверхностью, то рельеф заметно выглаживается. И становятся меньше глубокие заломы, такие как статические морщины, складки. Очень хорошо работает на грубой, на толстой коже, на мужской коже, у которой грубые заломы. Кроме того, для такой вот толстой кожи, жирной, может быть, да, которая в том числе очень характерна тоже и для мужской кожи, есть такая относительно новая процедура – это карбоновый пилинг. Карбоновый пилинг сочетает в себе как бы две процедуры в одной. С одной стороны, это нанесение маски с карбоном, с древесным углем, которая оказывает дезинтоксикационное, очищающее, лимфодренажное, осветляющее действие. С другой стороны, это воздействие вот как раз лазерного лучика, лазерных лучиков, которые стимулируют регенерацию, то есть оказывают омолаживающий эффект. Кроме того, там идет еще стимуляция фибробластов, которые образуют гиалуроновую кислоту, и таким образом повышается гидроресурс кожи, потому что жирная кожа, она может быть и сухой. Не обязательно она именно повышена, она может быть сухой. И вот эта процедура как раз нормализует салоотделение, гидроресурс кожи вот с таким хорошим очищающим эффектом. И вот мы видим разницу, да. Умешается, да, очистка пор идет, сужаются поры, потому что регенерация улучшается. Кожа в целом светлеет, и это тоже хорошо при пигментации и для профилактики пигментации в летний период. Кроме того, этот вид лазерной обработки используется для удаления татуировок, татуажа и татуировок. Прям как будто бы она резиночкой стирается, да? Вы знаете, то, что мы видим на экране, к сожалению, в жизни выглядит по-другому. Да, вот сразу после обработки это выглядит так. Но с течением какого-то времени, когда проходит отек, краска снова проявляется, не так интенсивно, как первично, но все равно она проявляется. Поэтому одной обработки недостаточно. Вот здесь мы видим, было сделано 8 сессий татуировочка на плече, и это зависит от качества татуировки, от качества, на каком оборудовании она была сделана, профессиональным или непрофессиональным, и какими красками. Потому что краска располагается грубыми скоплениями, конгломератами организм, постоянно пытается ее вывести. Это постоянное напряжение лимфатической системы, макрофагальной системы. Это тоже, если обширная татуировка, чревата для здоровья, потому что это напрягает лимфатическую систему и может вызвать заболевание крови. Вот здесь вот мы видим изменения вот со стороны линии бровей после депигментации вот как раз лазерными лучиками. Ну тут тоже нужно хорошенько подумать, когда идешь на эту процедуру, потому что вот идешь с дровями, а потом вот может показаться так, что где мои брови. Где мои брови. Да, где мои брови. То есть тут нужно идти осознанно, и если вы принимаете такое решение, нужно понимать, что пигмент... Могут быть вот такие последствия. Да, пигмент уйдет, и придется заново что-то оформлять. Кроме того, летом очень популярна процедура. Это лазерная эпиляция. Часто очень путают фотоэпиляцию, лазерную эпиляцию. В чем разница между фотоэпиляцией и лазерной эпиляцией? При фотоэпиляции идет освещение всей поверхности кожи очень мощным импульсом, который содержит все длинные волн. Для кожи на самом деле это не очень экологично, и если делать эту процедуру постоянно, это может привести к онкологическим заболеваниям. Лазерный луч, наоборот, цепляется строго только за волосочек, идет только по волосочку. И вот если мы видели на видео, то там мы видим, что кожа остается интактной, а именно вот эти вот пенечки, после лазерной эпиляции, то, что от волоса, прям вот точечно цепляется за волосок, и идет по нему как проводнику к фолликулу, разрушает фолликулу, и разрушает сосуды, которые его окружают. То есть если это произошло, все, этот волос уже не восстанавливается. И количество обработок на лазерной эпиляции существенно меньше в 2 в 3 раза. То есть если фото, как правило, девочки приходят, говорят, что они делают по 10-12 процедур, то лазер — это 1, 2, максимум 3-4 процедуры. И на сегодняшний день очень активно развивается направление интимная косметология, которая позволяет улучшить, повысить комфорт жизни, улучшить состояние органов малого таза, повысить тонус, который бывает снижен после родов, после каких-то воспалительных процессов. Очень часто вот после пандемии, когда сильный кашель, женщины жаловались на недержание мочи. Это тоже помогает. То есть здесь косметологи могут помочь в этой ситуации? Процедура интимного РФ-омоложения, она проходит комфортно, безболезненно, специальной какой-то подготовки не требует. Единственное, что для проведения этой процедуры необходима, конечно, консультация гинеколога, чтобы женщина была здорова, и мазки на цитологию и на флору. Ощущение такого легкого тепла, это порядка 42-43 градусов. И улучшение наступает уже практически сразу после процедуры. Сколько потребуется процедур? Ну, это тоже очень индивидуально. От 1-2 до 3-4, как правило. Делается процедура нечасто, один раз в месяц, в полтора. И таким образом это хорошо в плане отслеживания результата. Вот такие летние процедуры на сегодняшний день мы можем предложить нашим пациентам. Да, ну и осталось уже, наверное, предложить, куда приходить к вам, напомнить телефонный адрес. Да, дорогие любимые наши пациенты, мы ждем вас в городе Хабаровске, улица Зижинского, 21А, корпус 2, телефон 3069-82. Приходите, будем рады вам помочь. До встречи на процедурах. Спасибо, Татьяна Дмитриевна. В студии у нас была Татьяна Спарыхина, кандидат медицинских наук, главный врач клиники красоты «Медест».